В Нальчике открылась персональная выставка Олега Попова. В Кабардино-Балкарии художник из Северной Осетии свои работы выставляет впервые. «Осенний блюз», первый сбор, «Чайки над бухтой». Картины написаны мастерски, отмечают искусствоведы. Трудно поверить, что создатель этих произведений частично парализованный. Свои полотна пишет не кистью, а пальцем. В 41 год после несчастного случая Олег Попов оказался прикованным к инвалидному креслу. Работу журналиста пришлось оставить. В конце 2007 года, заточенный в четырех стенах своей комнаты, по радио он услышал репортаж с выставки творчества людей с ограниченными возможностями. Это и послужило толчком к действию. Попов вспомнил, чему учили в художественной школе. С тех пор хобби стало главным делом его жизни. С каждой новой картиной рождался и оттачивался новый, ни на что не похожий оригинальный живописный стиль. На выставке в Нальчике представлены работы, созданные за последние пять лет. Это человек, наверное, жизненная позиция которого должна восхищать. Это инвалид, который работает много лет, несмотря на то стечение обстоятельств, которое не дает ему возможности, скажем так, вести полноценную такую вот большую жизнь. Техника, скажем так, это, наверное, не новая. Есть, помимо этого художника, есть художники, которые работали пальцами, кистями рук. Но, тем не менее, для нас это, наверное, открытие. Человек довольно интересные работы делает. На создание одной картины у художника уходит от нескольких дней до двух-трех недель. Его работы похожи на вышитые ковры и отличаются яркими чистыми цветами, рельефной и своеобразной фактурой, отметили критики.